МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Регион 12. Интернет-версию программы можно найти на сайте tvregion12.ru, а также в наших социальных сетях. В студии Дарья Разинова. Молодые жители Мариел, те, кому сейчас от 18 до 30, через несколько лет станут основной опорой региона. Именно на молодое поколение возложены основные надежды на развитие республики. Об этом глава Мариел Александр Евстифеев заявил на открытии первого регионального молодежного форума «Вперед и вверх», который прошел в Вишкороле. Это роботизированная колесная платформа, разработка молодых ученых из технического вуза. В их числе и студент третьего курса Павел Рошкин. Он конструирует роботов давно, при этом всегда мечтал создать полезную модель. В случае, если необходимо перевести предмет из одного места в другое, то можно использовать данные системы. Также позиционирование довольно часто применяется в жизни. Например, множество современных систем, которые могут ездить, допустим, без водителя, машины без водителя, вот там применяются подобные системы. На суд участников первого молодежного форума свою инновацию, функциональную пищу, представила и Надежда Кузьмина. Сейчас ей 22, и она второй год подряд учится в магистратуре классического вуза. Функциональная пища – это продукт массового потребления, просто мы добавляем какую-то функциональную добавку от процента от 5 до 30%, то есть от всей массы готового продукта. В данном случае является антиоксидант нового поколения под названием дегидрокверцитин, превышающий ранее известные антиоксиданты, таких как А и Е, витамин С, 10 раз. Первый блин явно не стал комом. Молодежный форум объединил активных ребят со всей республики. Волонтеров, инноваторов – все научные идеи, представленные на выставке, перспективны. Вот, например, в этих небольших емкостях находятся сеянцы осины, полученные методом клонирования в пробирке. Лес, выращенный из таких растений, будет меньше болеть. Снегоходный беспилотник «Белый кот» способен удаляться от базы и проводить исследования. А программа, написанная молодыми ежкаролинцами для броуновского движения, может помочь в исследовании коррозии металла. Молодежь – это те, кто в буквальном смысле слова будут продолжать жить в границах республики Мариэл. Это те, кто здесь родились, это те, кто здесь получают образование. Это небезразличная молодежь, это активная молодежь, которая имеет свои амбиции. Я желаю, чтобы эти амбиции были обязательно реализованы. Вперед и вверх – это не просто форум, а шесть часов живого общения на шести тематических площадках. Лицом к лицу молодые люди и представители правительства региона, учебных заведений и бизнеса. На дискуссионных площадках говорили о здоровье, спорте, туризме, реализации социально значимых проектов, механизмах грантовой поддержки, современных трендах в бизнес-образовании и не только. После работы секций, конечно же, будет принята резолюция. И эта резолюция станет дорожной картой для нашего министерства, так скажем, станет такой путеводной звездой, по которой министерство будет воплощать идеи нашей молодежи. Молодежь предлагает сделать этот форум постоянно действующим. Не определен еще пока какой-то конкретный цикл. Это будет год или полгода, или какой-то другой формат. Я высказал предложение форум проводить не только на площадках столицы, города Ишкар-Алану, и встречаться в районах, потому что республика должна развиваться полномасштабно, в том числе и в районах, и в муниципалитетах. И жить комфортно должно быть в целом республике, а не только в ее столице. В рамках форума презентовали книгу «Поколение будущего. Талантливая и инициативная молодежь Мариэл». Это новое биографическое издание о молодых и талантливых жителях республики. Сборник объединяет биографии 50 человек. В их числе прима-балерина театра оперы и балета Екатерина Байбаева, лауреат Всероссийского конкурса научно-технического творчества Денис Андрианов и не только. Для каждого любимое дело – жизнь. О том, какой вектор развития молодежной политики будет выбран в регионе, станет известно совсем скоро. Лучшие инновационные и социально значимые идеи молодежи будут представлены этой осенью в Совете Федерации. Там пройдут дни Республики Мариэл. Но о том, кто они – талантливые молодые люди региона, вошедшие в биографическую книгу, мы расскажем в ближайших выпусках новостей нашего телеканала. Государственному заповеднику большая как шага четверть века. 14 марта 1993 года постановлением Совета министров России в Мариэл был образован новый заповедник. Территория Большой как шаги раскинулась в лесном заволжье на площади около 22 тысяч гектаров по берегам одноименной реки, которая считается одной из самых чистых в Европе. 95% территорий заповедника занимают леса, в которых обитает множество животных и птиц, в том числе виды, занесенные в Красную книгу. Отдельного внимания заслуживает и флора заповедника. Здесь произрастает более 700 видов сосудистых растений, а это около половины всех известных в Республике Мариэл. Отмечу, важнейшее направление работы заповедника – это научная деятельность. Исследователи и ученые изучают здесь развитие природы без участия человека. Кропотливая работа сотрудников заповедника «Большая как шага» сводится в итоге в уникальную книгу «Ежегодный отчет». Это живая история Мариэл, но не в происшествиях, культуре или политике, а написанная языком природы. Накануне с праздничной датой сотрудников «Большой как шага» поздравил руководитель Министерства природы России Сергей Донской. В Мариэл в течение ближайших лет должны быть газифицированы большинство сельских населенных пунктов республики. Создание комфортных условий жизни для каждого жителя региона является одной из основных задач работы правительства республики. Об этом глава региона Александр Евстифеев заявил на совещании с руководителями территориального общественного самоуправления, прошедшим в Маркинском районе республики. Отмечу, на сегодняшний день уровень газификации в Мариэл превышает отметку в 88%, что на 20% выше, чем в среднем по России. Повестка встречи Евстифеева с руководителями территориального общественного самоуправления, или, проще говоря, ТОС, несмотря на кажущуюся узкую направленность, была весьма широкой. Да, безусловно, поговорили и об этом аспекте, но времени хватило и на другие вопросы. В частности, глава республики представил отчет о работе возглавляемого им правительства за последние 11 месяцев. Пользуясь случаем, жители района могли задать вопросы Евстифееву на те или иные злободневные темы. Опустив частности, а куда уж без них, отмечу, пожалуй, одну из главных проблем, на взгляд местных. Это газификация муниципального образования. На что Евстифеев заметил, что уровень района по обеспеченности голубым топливом весьма неплох, хоть и оставляет желать лучшего. В 3-й декаде марта в Южкороле пройдет большое совещание на эту тему. С приглашением всех заинтересованных лиц газовиков федеральных, из Газпрома, наш Минстрой, мы обсудили проблему газификации вашего района, Маркинского района. И там все вопросы. Добавлю, что, конечно, на совещании будет широко обсуждена тема газификации не только конкретного муниципального образования, но и других районов республики. Еще одна важная тема, как для Маркинского района, так и других, состояние с обеспеченностью населением питьевой водой и состоянием водопроводов. Евстифеев даст поручение главам муниципалитетов подготовить справки на эту тему. Возвращаясь к теме ТОС, а о ней, безусловно, тоже говорили, отмечу, что в ходе обсуждения были подняты две проблемы. Одна из проблем – это пассивность основной части населения при реализации общественных полезных. Это не проблема ТОС, это проблема Российской Федерации, это проблема данного этапа развития общества. Народ стал пассивен. Те, кто родились 60 лет назад, они более боевито настроены и так далее. Поэтому нет, эта проблема-то есть, но только это не проблема ТОС. Ну да, не проблема ТОС, но проблема в том, что большая часть населения у нас находится на заработках и практически низкий доход населения не готовы вкладывать значительные суммы на решение вопросов местного значения. Это не проблема активности, это проблема платежеспособности. Платежеспособности, да. И создание рабочих мест. Вторая проблема, о которой говорил руководитель района – отсутствие мотивации у руководителей ТОС, которые работают на общественных началах. Глава администрации предложил каким-то образом, например, организации конкурсов профмастерства, мотивировать общественников. Глава Марио согласился и посоветовала районным властям выйти с предложением в государственное собрание, дабы инициатива приобрела законодательные черты. Да и в целом Евсифеев призвал граждан быть более активными, при том в самых разных вопросах. Ведь, как известно, под лежачий камень вода не чечет. Несколько тысяч рабочих мест, отчисления в бюджеты всех уровней и полный пакет социальных гарантий. Наградообразующие предприятия города Казмодемьянска, заводах «Потенциал» и «Копир» обеспечивают промышленный рост МРИЭЛ, совершенствуя производство и вводя в строй современное оборудование. О заводах с историей и их перспективах – наш следующий сюжет. Казмодемьянск – третий по величине город-республики. В нем проживает немногим более 20 тысяч человек. Путем несложных математических подсчетов можно установить, что, как минимум, каждый десятый житель города работает именно здесь, либо на «Потенциале», либо на «Копире». Кое-кто посвятил заводу практически всю свою жизнь. И отрадно, что люди об этом не жалеют. Я работаю уже более 20 лет на заводе. Работать можно, главное – не лениться. Хорошо, что в городе есть такое предприятие, как завод, что есть где работать с семьей, с детьми, детей поднимать. «Потенциал» является предприятием полного цикла. То есть на нем осуществляются абсолютно все этапы проектирования и производства продукции. От разработки и конструирования деталей и механизмов до сборки и упаковки. Поэтому требования к качеству продукции, а соответственно их персоналу, предъявляются очень высокие. Только обладая должным уровнем знаний и профессионального мастерства, можно выпускать по-настоящему конкурентоспособную продукцию. На штамповочном участке у нас вырубаются детали из проката оцинкованного и латунного. Эти детали пускаются в дальнейшем в производство для изготовления розеток и выключателей. За счет технологичного и прогрессивного оборудования мы развили довольно-таки серьезные обороты и можем выпускать до 2,5 миллионов деталей в сутки. Если завод «Потенциал» специализируется на выпуске электроустановочных изделий и каждая третья розетка или выключатель в стране изготовлена именно здесь, то завод «Копир» имеет два вектора развития. Предприятие производит комплектующие для оборонно-промышленного и аэрокосмического комплекса, а также снабжает необходимыми деталями отечественный автопром. Есть здесь и свои патриоты родного завода. Я работаю на цеху уже 15-й год, работа нравится. Ну, если человек хочет работать, он заработает и может прокормить свою семью на нашем предприятии. У меня пятый разряд, у меня высшее образование техническое, но работа на станках, чтобы заработать. Вместе с тем кадровый вопрос стоит достаточно остро. Местные средние профессиональные училища просто не в состоянии обеспечить весь спектр необходимых специалистов, поэтому молодежь уезжает в другие города. По кадрам действительно есть проблемы. Проблемы, я думаю, не только в нашем предприятии, проблема во всей стране. Мало, во-первых, квалифицированного персонала. Ну и не каждый хочет работать в маленьком городе, на заводе. К сожалению, такая тенденция все идут в большие города, где помимо работы есть досуг, еще какие-то блага. Вот и получается, что агитировать за развитие производства в районах республики можно и, безусловно, нужно. Но при этом еще необходимо обеспечить не только рабочие места, но и качественную подготовку и обучение персонала на места. Причем среднеспециальные учебные заведения должны изначально ориентироваться на подобные запросы градообразующих предприятий. И тогда молодые специалисты будут не просто востребованы, но и получат отличный реальный шанс реализовать себя в родном городе. Ну а пока два градообразующих предприятия опираются на опытные и уже проверенные временем кадры и надеются, что в скором времени в цехах все же появится талантливая, трудолюбивая и, самое главное, профессионально подготовленная молодежь. О том, как сегодня обстоят дела на копире и потенциале, что называется, из первых уст, узнал глава региона. Александр Ивсифиев во время рабочей поездки в Казмодемьянск пообщался с коллективами предприятий, а также осмотрел общественные территории города, которые будут обустроены в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Несмотря на то, что на копире глава региона уже бывал, перед встречей с коллективом завода, Евсифиев в очередной раз прошелся с экскурсией по цехам. Собственно, там уже началось общение с работниками предприятия, которое чуть позднее продолжилось в специально отведенном для этого месте. Главу региона спрашивали про многое. Опять-таки, про газификацию и строительство социальных объектов, развитие экономики и создание новых рабочих мест. Конечно, не обошлось без вопросов про набережную Волги и паромную переправу. На эти и другие темы беседовал Евсифиев и на потенциале. Главу региона спрашивали о развитии спорта и физкультуры в регионе, про организацию летнего отдыха детей, о повышении зарплат. Понятное дело, мгновенного ответа на часть заданных вопросов дать, в принципе, невозможно. Эти темы были взяты, что называется, в разработку. Там же, где ответить можно было на месте, ответы на вопросы были даны. Сейчас мы поедем смотреть набережную, потому что нас интересует всех. Тема переправы, как говорили, тема пристани, тема укрепления набережной и так далее. Поэтому вопрос хороший, правильный. Спасибо, что вы неравнодушный человек и готов работать именно с такими жителями. В третьей части рабочей программы в Космодемьянске Александр Евсифеев осмотрел две общественные территории, расположенные в исторической части города, которые вскоре преобразятся. Это набережная и городской парк, которые будут включены в рейтинговое голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Проголосовать за эти объекты, а также за детскую игровую площадку по улице Северной, горожане смогут в это воскресенье. При этом при львом исходе голосования будут преобразованы все три территории. Такое поручение глава МРИЭЛ дал мэру Космодемьянска. При этом, конечно, голосовать нужно обязательно. Именно по итогам народного волеизъявления станет понятно, какая из территорий преобразится в первую очередь. Это то, что формирует историческую ценность, привлекательность, туристическую ценность республики в целом. Здесь, конечно, невольно вспоминаешь и тему Бандериады, и тему культурного наследия, и тему культуры народа Марии, и историческое прошлое. И хочется сразу же напомнить тех, кто посмотрит только эту часть города, что в городе великолепная картинная галерея, в городе есть что посмотреть, есть чем насладиться. И после того, как все будет выполнено, город станет, безусловно, туристической меккой республики. Добавлю, что голосования за общественные территории, которые будут преобразованы в 2018 году в рамках формирования комфортной городской среды, пройдут не только в Космодемьянске, а также в Медведевском районе, Волжске и Ешкороле. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. 14 марта в Ешкороле на улице машиностроителей водитель за рулем Лада Приора сбил 9-летнего школьника. Мальчик в этот момент вместе с друзьями переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребенок получил травмы, его доставили в больницу. В Марио с начала года произошло 25 ДТП с участием пешеходов. В каждом третьем случае пеших участников дорожного движения сбивали на пешеходных переходах. Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости уступить дорогу людям, переходящим по зебре или вступившим на проезжую часть на переходе. Пешеходам, в свою очередь, следует более внимательно относиться к скорости потока на дорогах и смотреть по сторонам. Сильный ветер, изменяющие друг друга циклоны. По прогнозам, именно такая погода в ближайшие полторы недели установится в Марио. Уже завтра во второй половине дня может начаться интенсивный снегопад, который из-за сильного порывистого ветра превратится в метель. В таких условиях на дорогах местами могут образоваться снежные заносы. К концу рабочей недели осадки, по прогнозам, прекратятся. При этом погода сохранит зимний характер, и даже днем будет не выше минус 10 градусов. С 19 марта вихревой циклон снова может принести кратковременные снегопады. Усиление осадков метеорологи ждут к 23 марта. Средняя температура воздуха в этот период будет в пределах минус 8-10 градусов, что на 5-6 градусов ниже климатической нормы. При этом в течение всего периода ожидается довольно сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Это были новости на телеканале «Регион-12». Выпуски новостей на марийском языке смотрите в половину седьмого утра. Интернет-версия программы на сайте tvregion12.ru, на нашем YouTube-канале, а также в группах телеканала в социальных сетях. В студии была Дарья Разинова. До свидания. Дарья Разинова. До свидания. Дарья Разинова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова